Добрый вечер! В эфире программа «Про город». В этой студии мы обсуждаем самые интересные и противоречивые темы города и области. И тема нашей сегодняшней программы «Хочу замуж». Наша первая героиня считает, что уже готова к браку. Вот только найти подходящего спутника ей никак не удается. Мужчины считают, что они еще не готовы к серьезным отношениям. Наша героиня Ия. Добрый вечер, Ия. Очень приятно видеть вас у нас в гостях. Расскажите, пожалуйста, о себе, о вашем желании выйти замуж, если это так действительно. Подтвердите его или опровергните, так ли это? У меня есть желание выйти замуж, создать семью, найти отца для дочери, если это можно так назвать. Ну, человека, который будет, может быть, не любить, но хорошо относиться к моей дочери. Она будет его уважать. Это очень важно для меня. Ну, и человека, с которым я смогу разделить все и радости, и горести. Раз есть дочь, значит, вы уже были замужем, так? Да, я была замужем. 12 лет назад я развелась. Ну, после этого, конечно, были. И вот тут поподробнее, с этого момента подробнее, пожалуйста. После развода, видимо, отношения не складывались с мужчинами, раз вы еще не замуж. Я не была готова. Я полностью отдавалась дочери. Конечно, я встречалась с мужчинами и могла выйти замуж. Я от мужчин требовала совершенно другого, не того, что они могли мне дать. Я считала, раз я рядом, значит, я королева. И достаточно уже того, что я рядом, чтобы к моим ногам все было брошено. Ну, она на вашей практике одинокая женщина, да? Такая богатая практика за 12 лет. Мужчины вообще спешат сделать предложение? Хотят ли они жениться? Какие шансы выйти замуж? Ну, у мужчин, скорее всего, стереотип, что нужно в какой-то период встречаться, узнать лучше. Предложение делают. Но делают уже после того, когда сделано, на мой взгляд, много ошибок, какие-то обиды уже накопились. Какая причина в том, что вот вы и ваши подруги не замужем? Как вы думаете, почему? Ну, наверное, негде знакомиться. И некуда пойти так, чтобы познакомиться с мужчиной для серьезных отношений. Я просто общаюсь с мужчинами, я знаю, что знакомясь где-то в усилительных заведениях, они серьезно не относятся к этому знакомству. Они к нему относятся как на время. Познакомились, отдохнули, провели время. Даже может это долгосрочное быть, но для брака это редко бывает. А вы сейчас уже опытным взглядом можете определить? Так, вот этот, так, продержится пару месяцев, вот тот, там еще сколько-то. Ну, вот вы чувствуете ненадежность какую-то в них, да? Ну, конечно. Понимаете? А по каким признакам? С какими лучше не знакомиться вообще? Ну, признак первый, это когда мужчина необязателен. Позвонил, приду в пять, самого нет, да? Ну, с таким я вообще не встречаюсь больше. Необязательный. Необязательный в плане, да, обещаний, будет вот это, это, в итоге он рядом, но не делает. Лучше не обещать. Я всегда считаю, самое, что обижает женщину в отношениях, это невыполненные обещания. И я сейчас понимаю, что нужно разговаривать много. Вот если обиделся или обиделась, нужно спокойно об этом сказать сразу, не через день-два, что ты вот обиделся, обиду копишь, там, ходишь сам себе, что-то там, грызешь ногти, грубо говоря, а нужно сразу разговаривать. А возраст влияет на вот это чувство любви? С возрастом ты можешь влюбиться сильнее или наоборот, вот уже все, уже так не будет, как в юности? В молодости мы можем себе позволить, так как сами еще неопытные и не имеем статуса какого-то, вместе добиваться чего-то рядом с мужчиной. А теперь? А теперь мне уже хочется, чтобы мужчина крепко стоял на ногах. Чего же он тогда будет, извините, не женат тогда в таком возрасте? Вот поэтому я одна. В семье я не лезу. Одиноких мужчин в этом возрасте мало, очень мало. Ну расскажите, пожалуйста, в поисках мужа вы обращались в агентство, к психологу, вы искали помощи? Попробовала знакомиться с калининградскими мужчинами через интернет. Да, познакомилась, был один мужчина, замечательный человек, ну просто он немой, я надеюсь, у него будет счастье. Не ваш тип просто. Не мой тип, да. Ну можно передать ему привет, может быть, он видит сейчас, пожелает счастья. Да и бог ему счастья. Наверное, процентов 80 было пустых. Те мужчины, у которых нет принципов серьезных, они имеют возможность встречаться на вечер, на два и потом искать себе, идти дальше. Есть шансы перевоспитать такого мужчину и слепить из него то, что вам нужно? Вы знаете, перевоспитать можно, нельзя никого. Меня нельзя перевоспитать. Какая беззлая я не была. Нет, ну все так, чтобы он влюбился и все ради вас сделал, так можно? Вот когда влюбишься, тогда, наверное, сам меняешься. А влюбить в себя, мне кажется, невозможно. Ну и расскажите о своих стратегиях сейчас. Я отказалась полностью от поисков в интернете, потому что я пыталась и за границей знакомиться с мужчинами. Но вот эти сайты, которые есть, это все пустое, потому что туда идут все. Ну давайте скажем это слово, которого не было в СССР. Секс, да? Ради этого люди знакомятся с нашими сайтом, да? Ну может быть, да, ради этого, да, скорее всего. А сейчас я обратилась в симфонию любви, врачное агентство. Совершенно случайно нашла объявление в газете. У нас есть мнение руководителя брачного агентства. Внимание на экран. В основном пользуются от 30 лет люди приходят. Люди все, скажем так, материально обеспеченные, с высшим образованием, достаточно самостоятельные. Человек приходит, заполняет анкету. Сразу оговорюсь, что агентство заключает договор. В моем штате находится также еще психолог и юрист. Значит, мы заключаем с клиентом договор и начинаем поиски. У нас разработаны несколько программ по местным знакомствам. То есть есть это и программа эконом-программа, есть и вип-программа, где клиенты видят фотографии в базе данных. Сразу оговорюсь, что мы не публикуемся нигде, ни в интернете, ничего. Именно по местным знакомствам у нас закрытая база данных. То есть люди приходят и смотрят ее, наш каталог. Я не ставлю своей задачей, чтобы людей довести до ЗАГСа. Я просто даю телефон человеку, клиенту, и они встречаются уже договариваться. То есть озвучивают, что они получили телефон в брачном агентстве и встречаются самостоятельно. Конечно, они потом со мной контактируют, высказывают какие-то пожелания, впечатления друг о друге. Это, безусловно, все интересно. Я сейчас нацелена за границей, потому что я уже разочаровалась. В россиянах вы разочарались. Нет, в россиянах я не разочаровалась. Смотрите, российские мужчины, какое богатство нации утекает за рубеж. В соседние страны, Литву, Латву, Вавилюка, куда вы хотите? Нет, я хочу Евросоюз. В Евросоюзе, да? Вот в Евросоюзе будут жить вот такие умницы и красавицы, а вы будете писать локти. Вот последний шанс, между прочим. Если вам совсем не везет в поисках мужа, то следует обратиться к профессионалам. Так считает наша следующая героиня Юлия, руководитель клуба «Женская сила». Юлия, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правда, что в вашем клубе существует специальная программа «Хочу замуж». Да, абсолютная правда. Расскажите, пожалуйста, что за программа такая, кому вы помогаете и как? И зачем вообще это все поместилось? Ну, было много, скажем так, предпосылок к тому, чтобы создать эту программу, потому что у нас женщины есть разного возраста, разного социального статуса, и кто-то еще совсем не был замужем, да, то есть это молодые девушки, как правило, ну, скажем, от 25 до 30 лет. И есть те, кто уже разведены, но хотят все-таки найти свою вторую половинку и быть счастливыми. И живут по принципу «счастье есть, его не может не есть». Да, да, его не может не есть, мы тоже это говорим. Вот, и мы разработали курс, рассчитанный на 4 месяца. Его отличие в том, что это очень практично все. Это не курс лекций и семинаров в чистом виде, да. То есть это мы очень много прикладываем усилий для того, чтобы женщины могли взять что-то для себя и пойти применять вот в своей реальной жизни, в своих отношениях, если они у кого-то есть. У нас есть видеоматериал о вашем клубе и об этих занятиях. Давайте мы посмотрим сейчас и прокомментируем. Когда мужчина с нами разговаривает, он зачастую и рассказывает нам, он зачастую не ждет от нас советов. Он ждет действительно понимания, он ждет какой-то эмоциональной поддержки. На этих занятиях женщины учат не только понимать и эмоционально поддерживать сильную половину. На уроке к Ольге Дюбиной в женский клуб приходят те, кто мечтает найти свою вторую половинку или понять, что происходит в отношениях сейчас. Чтобы помочь и тем, и другим, преподаватели разработали специальный алгоритм. В нем семь волшебных шагов. Постигают их ученицы целых четыре месяца. Эффект получается неожиданный. Одни ставят точку в пустых отношениях, а другие завязывают новые. И вот вас мы там заметили среди занимающихся, да? Вам тоже интересно? Конечно. Я была одним из тех людей, которые постоянно подзужили, говорили, ну давайте, давайте, давайте уже сделаем. Вот. Потому что мне было интересно, возможно ли это в принципе. Потому что вроде казалось бы, да, такая тема вдохновения, порыва, любви, чувств. И мы тут со своими алгоритмами, схемами и так далее. Знаете, статистика говорит об обратном, потому что одно дело в порыве чувств сделать предложение и надеть на себя красивое платье, и совсем другое, когда проза жизни, которую называют бытом, начинается, да? Так, давайте уже сейчас отмотаем назад до того, как мы вышли замуж. До прозы жизни цель нашей героини выйти замуж. Вот она или я, или еще кто-то придет к вам, что будете делать с нами? Кто-то говорит о том, что вообще не умею знакомиться. Кто-то говорит о том, что я знакомлюсь, но до второго свидания не доходит. Кто-то говорит о том, что меня там три месяца матросили и бросили, как же так, что делать. Кто-то говорит, уже живу три года, и мне не делают предложения. И не берет никак замуж. И не берет никак меня замуж, да. То есть все приходят на разных стадиях отношений до замужества. И сначала мы беседуем и проясняем, собственно, цель, да? Что мы предлагаем дальше? Программа разработана таким образом, что можно посетить первый модуль по более низкой стоимости и для себя окончательно определиться, хочу я на самом деле замуж или нет. То есть там уже станет понятно, может, я и замуж не хочу, и все хорошо. Да, зачастую женщина... Хочешь пряник, ешь, хочешь конфеты. Женщина зачастую не выходит замуж не потому, что мужчины такие плохие, потому что она сама не хочет, не готова. Так ведь и мужчины поэтому не женятся, как ни странно. Наверное, потому что тоже... Как познакомиться с девушкой всего за несколько секунд? И может ли кратковременный роман перерасти в серьезные чувства? Обо всем об этом вы узнаете после короткой рекламы. Не переключайтесь. Это программа про город. В этой студии мы обсуждаем самые противоречивые и интересные истории города и области. У нас нет запретных тем. И сегодня мы говорим о том, как выйти замуж. У нас в студии сегодня Анна, героиня, которая готова к семейной жизни, но еще не нашла спутника. И Юлия, руководитель клуба «Женская сила», профессионал в вопросах помощи женщинам. Мужчины на самом деле очень просты и они очень искренние. Да, у них всего-то две пары ботинок зимние и летние, да? И женщина, он быстро понимает, та это женщина, не та. Хочет он ее видеть рядом с собой всю жизнь или не хочет? А вы откуда это знаете? Вас мужчины преподают? Нет, нас преподают не мужчины, но волей и судеб, по счастью, мы очень много общаемся с мужчинами. Вот давайте сейчас мы его и послушаем. Посмотрим на экран, у нас есть его видеокомментарии. Я вам расскажу о своем отношении к флирту. Вначале для меня флирт это было что-то вот, вот, как-то так такое скользкое, не очень хорошее. А потом в какой-то момент я сообразил, что флирту больше учиться нужно замужним женщинам, чем девушкам. Почему? Все говорят, там год-два брака, становится все пресно. Флирт – это умение поддержать отношения, это умение поддержать игру. Это крайне важно прежде всего для людей, которые в браке со стажем находятся. Поэтому здесь есть много приемов, мы знаем много исторических примеров, собственно говоря, гейши, японские, восточные или гетеры, греческие. Это искусство, это то, что передавалось с древних времен. Но им не так везло, им нельзя было выходить замуж, и они не могли устанавливать отношения таких стойких. Но это почему? Потому что это говорило о том, что это искусство, которому нужно учиться. У вас обучает искусство флирта? Да, в том числе. Спросите любого человека, что такое флирт. На наших занятиях женщины опять сталкиваются с этим. Ну, это улыбнуться, да, ну, это и называют приемы. На самом деле флирт – это состояние. И на наших занятиях мы помогаем вернуть состояние. Состояние наполненности, состояние игривости, состояние влюбленности в себя хотя бы. А техника и приемы – это дело второе. Вот, мы, значит, уже обнаружили, чтобы выйти замуж, нужно уметь флиртовать. Флирт – какой следующий предмет? Что еще изучать? Нужно снова вернуть себе свою женскую энергию. Это самый первый шаг. А куда она делается? А куда она девается по жизни? У женщин вообще уходит очень много энергии на эмоции, на обиды, стрессы. А у женщины много сил отнимают роды, много сил отнимают иногда родственники. Да, то есть хорошо, когда отношения с ними ладные, да, но если что-то не ладится, именно женщина, как правило, попадает вот в эти перипетии. Это болезни, это нелюбимая работа, например. Это связи с прошлыми мужчинами. Мы как раз на занятиях много говорим о том, куда девается женская энергия и как ее восполнять. Уже потом можно флиртовать, потому что, когда есть энергия, тебе есть чем завлекать. Потому что мужчину нужно привлечь и увлечь, чтобы ему было интересно с тобой оставаться. Мы говорим о взглядах, о походке, о жестах, о том, как и внешне, да, вот эту свою уникальность проявлять. Естественно, внешне от внутреннего неотделимо. Женщины все это знают. Сделала новую прическу, что-то поменялось внутри. Поменялось внутри, захотелось сделать новую прическу. Но вы наблюдали за этими женщинами, за тем, как они меняются, когда постигают эти все премудрости, да, плирты. Ну и как они меняются? Что с ними происходит? Вот сейчас у нас как раз заканчивается программа, четвертый модуль. И я с удивлением, восхищением смотрю на женщин, которые вначале приходили, говорили, он меня не любит, я себя плохо вообще чувствую, и мне кажется, он меня не ценит. И когда я сейчас смотрю на эту женщину с горящими глазами, мне кажется, она стала лет на 20 моложе, как минимум, и она говорит о том, что он дарит мне подарки, он говорит мне приятные слова, я его люблю. А замуж, замуж зовет? И замуж зовет, но... Она уже не хочет, ей уже это просто неинтересно. Женщина часто ждет предложение замуж, как подтверждение чувств. А потом, а, и не хочу ее. Да, да, то есть она говорит, а я еще подумаю, за него замуж пойти или нет. Сейчас у нас в студии появится еще один герой, это Александр, профессиональный пикапер. Добрый вечер, Александр. Добрый. Очень приятно видеть вас в нашей студии, с нашими героинями мы так заочно познакомились. Скажите, пожалуйста, Александр, вы правда учите мужчин соблазнять женщин? Нет, я на самом деле не учу мужчин соблазнять женщин. Я являюсь выпускником организации, которая учится соблазнять женщин. И я вам могу рассказать вообще, как все это происходит и что это вообще такое. Расскажите. Вообще, слово пикап, с английского оно переводится съем, съем женщин. Но девушки, они привыкли воспринимать все это так жестко, что мужчины просто соблазняют женщин, спят с ними и потом их бросают. На самом деле, это не так. Пикап в себя включает очень много других вещей. Это именно воспитание в мужчине тех качеств, которые нравятся женщинам. Правильное обращение и поведение с женщинами. Как ее соблазнять и вырабатывать в себе те качества, которые потом будут нравиться женщине. Брак – это не цель пикапа. Почему? В пикап очень много приходят людей, которые преследуют очень многие цели. Кому-то хочется прийти и найти себе любовь, кто-то хочет жениться, кто-то хочет найти себе постоянно девушку, кто-то приходит просто, чтобы получать удовольствие, чтобы знакомиться с разными женщинами. И каждый преследует свои цели. Существует такое мнение, опровергните меня, если я не права, что пикаперы – это разочаровавшиеся романтики, которыми не везло долго-долго с девчонками. И вот они решили самоутвердиться немножко, постичь пару-тройку техник и вот и вперед. Нет, нет, это не так. Вообще, как в жизни устроено, что мужчину в семье должен учить отец, как общаться с женщинами, как их соблазнять и вообще, как вести себя женщину? Потому что мать, она не может этого сделать, потому что она не знает, как соблазнять женщин. Правильно? Ну, пожалуй, да. И если этого в семье нету, что отец не учит сына своего… Вы знаете, что вы говорите? В Советском Союзе отец будет учить сына соблазнять женщин. Ну, причем в Советском Союзе? Мы сейчас живем не в Советском Союзе. Вот раньше, когда детство было, там папа ведь, наверное… Да, и из-за этого, когда ребенок вырастает, он попросту не знает, как себя вести с женщиной. А должен знать. А откуда это ему взять? Кому-то повезло, если он пообщался в том кругу, когда его друзья могли учить, то есть они могли что-то рассказывать и так далее. Во дворе это все, да, в основном происходит? Да, да. Но у многих такого нету, и ребята, они попросту не знают, как себя вести с женщинами, как их соблазнять, как с ними знакомиться. Зачем соблазнять? Надо любить. Конечно, я с вами полностью согласен. А есть разница? Я с вами полностью согласен, надо любить. Но ты не сможешь найти свою любовь, если ты не сможешь уметь искать ее. Соблазнение женщин дает тебе именно тот опыт, когда ты можешь сравнивать, можешь чувствовать, точнее не чувствовать, а ты можешь пробовать, ты можешь оценивать, какая женщина, ты можешь делать оценки, и потом ты уже можешь сделать окончательно, собрать полную картину, что тебе интересно, и на какой-то единственной остановиться, когда она придет. Какие занятия у вас в вашей школе? Чему учат? Или это секрет? Нет, как бы секреты нету, но в основном учат от всего, то есть от малейших мелочей, как подходить к женщине, как с ней разговаривать, как выглядеть, как чувствовать себя уверенно, как одеваться, вырабатывать чувства, стиль, заниматься, выбирать себе какие-то хобби, то есть все-все-все-все в совокупе. То есть тут нету такого, что ребята пришли, им рассказали, какие-то секретные данные раскрыли, и все, они пошли, и все умеют. То есть это те навыки, которые нужно вырабатывать в себе, которым... А контрольное задание существует в вашей школе? Да, существует, конечно. Соблазнить 10 женщин за вечер, правда? Ну, вообще задание нельзя раскрывать. А, это секрет. То есть мы не можем сказать, что конкретно, но, естественно, есть какие-то задания, есть цели. Вообще тренинги, все тренинги, они построены примерно на одном, что тебя учат ставить цели и их достигать. И женщина в ход строго запрещен? Нет, почему, если у женщины есть лизбийские наклонности, она может без проблем приходить на эти тренинги, ее научат соблазнять женщин. О, как. Да, то есть вообще в истории было, что женщины проходили эти тренинги вместе с мужчинами и соблазняли женщин. Когда вы проходите свое обучение, женщины знают, когда вы опыт накапливаете, что они подопытный материал. Почему они подопытный материал? Ну, каждая женщина, встречаясь с мужчиной, она на что-то надеется, потому что мы фантазерки сущности. Конечно, конечно. И мы начинаем себе придумывать будущее, хотя бы там Новый год вместе уже в январе встретить следующий. Да. А для вас она цель просто развлечься и получить от нее опыт определенный. И вы знаете, что уже к февралю вы с ней не будете. Вы ей об этом говорите, что она в феврале уже свободна. А, детка, я пикапер, феврале свободна. В моем случае, да, я никогда не обманываю женщин. То есть моя позиция, что я всегда откровенен. И если женщина, она мне неинтересна для серьезных отношений или что-то еще, я всегда ей сразу об этом говорю, что сначала надо попробовать, посмотреть, может, нас что-то не устроить. Зачем мы будем строить какие-то иллюзии и продолжать дальше отношения? То, о чем вы говорили, мужчина говорил вам, может, он пикапер, вот полгода мы с тобой будем встречаться, а потом, да, каждый мужчина. Вообще вас много, Александр? Признавайтесь. Ну, вообще за всю историю именно в организации РМС прошло обучение около 70 тысяч человек. А в Калининграде? Это по России. То есть это каждый какой мужчина? Ну, я не знаю, нет определенной статистики. Но много-много людей приходят постоянно на эти тренинги. В основном это молодежь. Александр, можно такой вопрос? Вот вы сказали, что все это накапливает опыт до того момента, как не встретит уединственную. А вот где эта грань, когда он понимает, что вот это она? Сколько нужно набрать опыта, чтобы понять, что я хочу вот этого? У каждого человека есть свои определенные рамки. То есть нет такого, что нужно какое-то определенное количество женщин, чтобы ты остановился. То есть каждый чувствует это на каком-то своем рубеже, что это все надоело. Просто это не то, знаешь, чем можно заниматься всю жизнь, и это не надоело. В каждой вещи ты привыкаешь. Оп, все ты именно. К каждому увлечению ты привыкаешь. Сейчас было сказано вещи. Как-то обидно даже. Но не вещь, я бы сказал, извините, увлечение. Увлечение, хобби, занятия. Но здесь человеческая жизнь, сердце разбито у женщин. Ну что значит сердце разбито у женщин? Разбитое сердце женщины, это когда ты ей что-то обещаешь, ты ей говоришь, все-все-все, все у нас будет, и так далее. А потом ты ее кидаешь. То есть не все методы для пикаперов хороши, обещать нельзя. Вы рекомендуете вообще молодым людям пойти в эту школу? Да, конечно, я рекомендую все эти тренинги. Но вообще не только эти тренинги, а вообще тренинги, потому что тренинг – это личностный рост. То есть ты вкладываешь деньги в себя, это личностное инвестирование, это самое лучшее, что может быть. Нет, когда ты что-то себе покупаешь, а тут ты вкладываешь себя, ты чему-то учишься, ты становишься лучше. Со стороны женщин есть такие агентства, которые их учат именно знакомиться с мужчинами и какие-то бонусы от этого иметь. То есть какие-то, чтобы им дарили подарки, что-то покупали. А вас, наверное, в вашей школе учат избегать подарки женщинам? Да? Ну, вообще изначально, да, там построено так, что соблазнение женщин должно как минимум включать… Не бесплатно, а как можно меньше… Меньше затраты. Тариф экономного. Тариф экономного. Нет, это построено именно на том, чтобы человек делал все своими силами, а не с помощью денег, потому что с помощью денег многие могут что-то сделать. Ну, а если девушка подумает, что вы просто жадный? Нет, нет, конечно, если ты куда девушку приглашаешь, ты за нее платишь. Да, нет смысла раскрутить старую тетку на деньги. Есть такие задания. Почему? Есть и такие люди. Почему? А задания такие есть? Нет, конечно. Нет, конечно. Как вы относитесь к тому, что наша героиня хочет поехать и выйти замуж уже… Вот в России она отчаялась искать. Не обидно, что такие женщины покидают родину? Ну, ничего нет. Русских много вообще во всех странах. И я часто слышу от женщин, что очень мало хороших мужчин у нас. Вот. Как вы ответите этим женщинам, которые говорят, что мало хороших мужчин у нас? Вы согласны с этим? Да, конечно, я согласен. Именно потому, что их не учат быть хорошими мужчинами. Как они могут быть хорошими? Поэтому их мало. То есть мужчин-то много, хороших только мало? Да. Для меня это такой же вопрос, потому что когда-то к нам приходили мужчины и говорили, ну, нормальных девушек, ну, где найти сейчас? Потом приходит девушка и говорит, ну, где нормальных мужчин сейчас найти? И вот ощущение, что они просто где-то не пересекаются. Юля, а вы согласны, что нормальных девушек мало? Соглашусь, наверное, с Александром, что не только мужчин не учат. Потому что во всех наших программах проходит красная нить, что то, чего мы учим, мы просто возвращаем. Потому что у нас многие знания обрублены. Ну, хорошо. Мне очень хочется, чтобы все-таки каждый из вас высказал свою мысль о том, как же все-таки выйти замуж удачно, встретить свою вторую половину, пожениться, выйти замуж. Ваш путь. После сегодняшнего разговора что-то изменилось? Вы все-таки намерены уехать от нас за границу по другому? Может быть, мне повезет, я встречу своего замечательного человека, даже пусть он был в прошлом пикапер. Ученки умные. Теперь вы к нему учу. Только в прошлом, в далеком прошлом желательно. Но человек со знаниями, это всегда очень хорошо. И, значит, есть к чему учиться и к чему стремиться. Замечательно. Юля, а вы? Как удачно выйти замуж? Да, все-таки, как выйти замуж? Для женщины важно любить себя, в первую очередь принимать себя. Только тогда она сможет принять мужчину в свою жизнь и сделать отношения гармоничными. То есть сделать свой вклад. И для меня вот это удачно выйти замуж. Я считаю, что нужно искать того человека, который будет примерно одинаковым уровнем и в социальном статусе. Ну, что-то примерно похожее. Что, допустим, если ты скромный, ищи себе скромницу. Если ты там вообще оконченный раздолбай, то тебе нужно такую же раздолбайку найти, чтобы... И что же хорошего-то получите? Нет, вы вместе будете дополнять друг друга, вам будет весело. Два раздолбая? Да. Нет. Какие дети родятся? Просто знаете, иногда говорят, что нужно себе найти абсолютно другую, чтобы плюс-минус. Нет. Нет. У меня была девушка, которая была полностью противоположна с меня. Очень сложно, это безумно сложно, конечно, вести такие отношения, потому что очень сильные перепады случаются. Я все-таки придерживаюсь такого мнения. Я желаю вам удачи и всем вам большое спасибо за беседу. Спасибо. Спасибо, хорошего. До свидания. Как оказалось, найти хорошего мужа или жену в наше время действительно непросто. Остается только завидовать нашим бабушкам и дедушкам, которые исправляли золотые, серебряные, а то и бриллиантовые свадьбы. Это была программа про город, у нас нет запретных тем. Я Мария Лукьянова, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова